Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие территории будут благоустроены в Октябрьском районе в 2024 году? Как идет подготовка к отопительному сезону? Как в районе выстроена работа с семьями военнослужащих, участвующих в СВО? В нашей студии Сергей Райско, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самары. Сергей Олегович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Вы знаете, я предлагаю начать беседу с такого вопроса. Вы возглавили Октябрьский район в октябре 2022 года. Какие основные цели вы тогда ставили перед собой, цели и задачи? И что удалось сделать за это время? Цели и задачи мной были озвучены на Совете депутатов. Когда проходил конкурс, мы неотступно следим на протяжении двух лет к этим целям и удачно их воплощаем в жизнь. Главные цели – это максимальная вовлеченность жителей, вопросы благоустройства, хозяйственные работы нашей администрации. Главные задачи – это инициативные проекты, которые мы ставили, чтобы жители максимально принимали участие. И относительно максимального пожелания жителей, инициатив, эти проекты, чтобы воплощались на местах. Это все мы и делаем. Это твой конструктор двора, это инициативные проекты, которые мы на озере Леснуха сейчас будем воплощать. Именно к этому мы и стремились, чтобы максимально вовлечь жителей в процесс обсуждения тех или иных вопросов. Кстати, если говорить об вовлечении жителей в обсуждение тех или иных вопросов, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет. Он касается вот такой, на первый взгляд, достаточно конфликтной ситуации, которую вы тогда начинали, скажем так, разбираться в ней. И затем продолжим беседу. Скажите, что происходит сейчас, спустя определенное время. Хорошо. Активной жительницей во дворе многоквартирного дома, чтобы на месте обсудить возникшие вопросы. В письменном виде, например, администрация, то, что я написала, они же этого не видят. Он пришел, посмотрел, он увидел действительно все проблемы, поэтому я надеюсь, что такие встречи будут продуктивны и будут устраняться. Я не первый раз с ним общаюсь, он как бы старается всегда помочь, выйти на связь. Ну, все, что в его силах, по крайней мере, всегда двигается с мертвой точки. В настоящее время уже выполнен покос травы на детской площадке и покраска малых архитектурных форм. В дальнейшем за порядком на площадке будут следить ответственные службы по согласованию с жителями. Кроме того, районные власти уже устанавливают законность установки шлагбаума. Подготовили письмо в отдел полиции по Октябрьскому району. Я намерен встретиться с руководителем, чтобы обсуждать альтернативные варианты заезда в офис, тем более они были раньше. Это они просто для удобства решили здесь пиратский такой маршрут для себя организовать, не думая о том, что несут угрозу детям и сами попадают в зону риска. На встречу обсудили и возможность выбора новой управляющей компании, отвечающей требованиям жителей. Выяснилось, что в доме есть муниципальное жилье, поэтому вместе с жителями и старшей по дому районные власти обсудят достойную управляющую компанию, которая будет следить за порядком в доме и на прилегающей территории. Ряд вопросов мы поэтому и выехали, чтобы самому увидеть, разобраться в них. Все они требуют обсуждения. Вопрос на контроль визита моего здесь в том числе находится у главы региона, поэтому мы неотступно будем следить, чтобы все вопросы, которые на сегодня здесь звучали, чтобы они были все разрешены. Напомним, в каждом внутригородском районе Самары работают пункты приема обращений граждан главе региона Вячеславу Федорищеву. Все наказы и сообщения направляются в региональный департамент по работе с обращениями граждан и организаций. В дальнейшем они лягут в основу программы развития Самарской области. Сергей Олегович, в практической плоскости сейчас что сделано, как можете прокомментировать вот эту ситуацию конкретную? Мы сразу после этой встречи предложили несколько вариантов развития ситуации, чтобы она удовлетворяла и жителей, и бизнес-сообщество, находящееся в непосредственной близости с домом. Мы пришли к общему знаменателю разместить детскую площадку, во-первых, подальше от улицы Мичурина, чтобы она находилась не в створе, что называется, с дорогой, а на более безопасном расстоянии от нее. Подобрали площадку, на сегодняшний день мы активно обсуждаем, как ее наполнить, эту площадку игровую, как ее светить, как благоустроить вместе со старшей по дому, Мичурина улица и с жителями активными. Также мы встретились с руководителем бизнес-центра, который находится в непосредственной близости с домом. Он с удовольствием откликнулся на нашу просьбу быть участником доли софинансирования проекта «Содействие». Поэтому у нас, в принципе, сейчас все есть для того, чтобы перенести площадку, и уже, чтобы мы точно понимали, это зона для автомобилей, и здесь точно детям только пешеходная часть ее, не игровая ни в коем случае. А игровая часть будет отнесена подальше от стоянки и от улицы Мичурина, что сделает ее более безопасной, спокойной, комфортной для нахождения там детей. — То есть я правильно понял, что вот вы пообщались с представителем бизнеса, который имеет к этому отношение, и он выразил готовность поучаствовать в финансировании благоустройства вот этой территории? Ну это браво, то есть... — Все верно, именно так. — Это очень хорошо. — Губокология, Реднов, Константин Валерьевич, можно даже назвать нашего героя, который с удовольствием откликнулся, более того, вышел с инициативой пошире сделать ее, сделать современным освещением, ну то есть чуть подальше посмотрел на этот проект, чуть помасштабнее. — Ну приятно, что такое существует. — Вот речь ведь на самом деле здесь и как бы вообще в целом идет о благоустройстве района. Вот какие работы еще идут сейчас в районе по благоустройству? Что делается? — У нас сейчас в процессе идет проект «Комфортная городская среда» на ряде адресов, такие как Гагарина, улица Новосадовая, Карла Маркса. Мы возводим игровые площадки, спортивные, игровые. Мы чуть здесь, надо сразу сказать, предупредить телезрителей о том, что да, многие наблюдают, вместе с жителями мы смотрим за процессом. Мы несколько отстаем здесь, да, у нас были вопросы к подрядчику, нам пришлось расторгнуть договоры, сейчас новый подрядчик, более добросовестный, хотя тоже есть вопросы к нему. Вот, поэтому мы чуть в сроках задерживаемся, но тем не менее в ближайшее время мы порадуем наших жителей завершением этого проекта, где будет и хоккейная коробка у нас, и игровые элементы для детей малого чуть возраста. Поэтому все это закончим, я думаю, в течение сентября. Ну, то есть как бы к плохой погоде все это будет завершено, то есть тогда, когда работать нельзя, уже работать не будут. Есть еще одна программа, это «Твой конструктор двора». Вот с ней как работаете, что происходит? Да, в этом она у нас особенно популярна году. Если в сравнении говорить, в 2023 году три инициативы по «Твой конструктор двора» программы, то в начале года мы вместе с Советом депутатов договорились, и коллеги нас поддержали увеличивать финансирование. Да, и сейчас порядка десяти адресов, где мы воплощаем в жизнь программу «Твой конструктор двора». Там абсолютно она разная, схема. Схема может быть и одинаковой, я имею в виду предпочтение у жителей по участию в программе. Где-то мы малоархитектурные формы, игровые площадки, где-то у нас ограждения, где-то тротуары небольшие, там примыкающие. Вот, поэтому каждый по-своему подошел к этому, но тем не менее десять отобрали мы победителей в этой программе. Вот как людей привлекать к участию в этой программе? Потому что, насколько я понимаю, вот, ну, собственно говоря, и комфортная городская среда, но уж особенно программа «Твой конструктор двора», она без людей, ну, невозможна, потому что это, в принципе, делается вот на основании их желаний и с их участием. Вот как людей привлечь, на ваш взгляд? Вы абсолютно правы, без жителей, без людей абсолютно невозможно, да и неправильно воплощать такие проекты в жизнь. Мы были свидетелями на опыте личном, к сожалению, есть, когда чуть там без внимания, чуть там не посоветуешься с большим количеством людей, чувствуется, что проект не для жизни и не для души, что называется, территории. Поэтому все очень просто. До тех пор, пока не будет согласован проект с жителем, до тех пор, пока мы не увидим, что большинство жителей приняли участие в обсуждении проекта, у нас бывает, что это длится, там, да, не один месяц, там, много инициатив, как, в частности, вот мы сейчас обсуждали ТКД, ряд программ у нас перешли с 23 на 24 год, как раз по этим причинам, когда жители, там, вникали чуть больше в проект и вносили, там, коррективы, изменения. Поэтому, ну, с одной стороны, в сроках мы затягиваем, но с другой стороны, все больше, там, посвящаются жители, которые от своих инициатив уже точно удовлетворены тем проектом, который они видят на финале, на финише. Поэтому, я думаю, вовлечение жителей как раз это хорошие примеры, молва лучший, да, источник информирования наших жителей. Ну, согласен, да. Хорошо реализованные проекты, скажем так. Хорошо реализованный проект, качественно реализованный проект, проект по ожидаемым, да, по востребованным, там, да, мотивам, которые воплощены на территории, вот, все это. Ведь неспроста три проекта, которые мы тщательно обсуждали в прошлом году, сегодня их 10, это как раз уже у нас есть определенные заявки, уже на 25-й год жители обращаются и говорят, что вот в этом дворе сделали, мы бы хотели поправить, дополнить программу комфортной городской среды или содействия. Где-то что-то не хватило в процессе эксплуатации, поняли, что что-то надо дополнить. Ведь комплексность, она как раз и появляется вот от инициатив граждан. Что-то сделали с одной программой, потом продолжили в другой, и здесь мы уже свои программы ТКД дополняем, которая чуть более там маневрена в этом плане, ее можно применять к комплексности. А я правильно понимаю, что можно делать даже некие миксы? То есть вот вы сказали, можно брать одну программу, дополнять другую. То есть это фреймот реально, можно делать некий микс, используете одну и другую, третью программу. Это абсолютно правильно и разумно, я считаю, что потому что... Ну, конечно, разные источники финансирования. Разные источники финансирования, сразу невозможно стюжить, что называется, там комплексно благоустроить двор. Вот сейчас Гагарин, мы на улице Гагарина благоустраиваем двор, там как раз две программы, и комфортная городская среда, и содействие сразу. То есть на выходе к осени у нас, да, к октябрю месяцу у нас будет комплексно обустроен двор. С дворовыми проездами, с современными площадками, с современными детскими игровыми комплексами. Поэтому мы зашли и вышли, все, точка. Да, как я и говорил, возможно, появятся какие-то инициативы, может быть, по освещению, что-то еще там по малым архитектурным формам. Но здесь мы предложим жителям принять участие в программе «Твой конструктор двора». Дополним, потому что жизнь, она идет, понятно, появляются какие-то инициативы, потребности у жителей, будем дополняться. И еще очень важный момент, вот когда дворы таким образом благоустраиваются, особенно вот это мое личное мнение, когда появляются спортивные площадки, там становится более комфортно. Почему? Потому что асоциальным элементам, ну, проще говоря, алкоголикам, им там неприятно. Они оттуда уходят. Потому что туда приходят люди позаниматься спортом, посидеть с детьми. И как бы вот там меняется обстановка, атмосфера меняется. Вот это очень важный момент. Хорошее подстегивает хорошее, привлекает хорошее. Хорошее привлекает хорошее. Поэтому это разумно. А в каких еще конкурсах будете участвовать, вот чтобы получить финансирование для благоустройства района? Да. Ну, во-первых, у нас мы будем работать вплотную до сезона строительного, прям практически, как вот он завершится. И мы, наверное, завершим к тому времени. Наверное, точно завершим. У нас, благодаря решению правительства Самарской области, лично Вячеслав Андреевич Федоревич, вот дополнительно определены субсидии для нас, для внутриквартовальных дорог. Поэтому у нас сейчас ряд участков находится в конкурсных моментах, скажем так, определяемся мы с подрядчиком. Поэтому это улица Советской Армии, это Гастелло, где у нас в дополнительном финансировании будет предполагаться строительство внутриквартальных дорог. И, наконец, долгожданный проект. Это как раз то, о чем я говорил выше, конкурсная инициатива, конкурс, который мы провели по устройству современной, пожалуй, самой современной в нашем районе, площадки для выгула собак. Ух ты! Да, это большой комплексный проект. Очень хороший проект. Очень многогранный, который мы обсуждали. Очень нужный. Да, очень нужный. И он, к сожалению, пока один. Мы будем стремиться к тому, чтобы практически в каждом микрорайоне что-то подобное у нас появлялось, потому что есть инициатива от жителей. Но вот пока мы опробуем на территории Пятой Просеки в районе озера Леснуха с современным оборудованием, игровым в том числе для наших братьев, наших меньших. Вот сейчас завершается как раз подведение конкурса. И в течение сентября мы будем активно его воплощать на территории. То есть в сентябре уже начнутся работы? Да, в ближайшие дни буквально прям начнутся. И в оптимистичных прогнозах до 1 октября мы ее должны закончить. То есть, в принципе, за месяц это все будет? Ну, правильно. Опять же, пока хорошая погода, скажем так. Именно так. Хорошая погода, потому что это необходимо. За счет районного бюджета что еще планируете отремонтировать? За счет районного бюджета мы, во-первых, в софинансировании очень серьезные, весомые. Надо сказать так, что бюджет по благоустройству у нас кратно выше, нежели в прошлом году. Ну, даже не кратно, можно конкретно сказать, в два раза выше. Вот, поэтому и каждый раздел, и комфортная городская среда, и иные программы, связанные с внутриквартальным строительством, предполагают софинансирование. Поэтому здесь порядка 50 миллионов наш бюджет районный внес для того, чтобы принять участие. А так, это твой конструктор твора, озвученный выше нами, тоже порядка 6 миллионов бюджет. Мы также на улице Радонежской к началу нового учебного года построили тротуар. Давно ожидали его жители, вот, поэтому это тоже снимает определенную нагрузку на автомобильную часть дороги. И, самое главное, безопасность для наших жителей, которые учатся в этой школе на Радонежской. Вот, и, значит, еще один важный проект, который у нас тоже к новому учебному году мы успели завершили, это строительство тротуара в районе спутника, лицея спутника. Лицей спутника. Да, тоже на пятой просеке находится. Вот, построили тротуар, сейчас новая задача нам сделать там переход, чтобы еще больше сделать безопасным участок на данном участке дороги. Вот, поэтому продолжаем работать. Вот, если говорить, кстати, о детях, вы упомянули о том, что создаются новые спортивные площадки. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Он касается как раз вот, ну, развития, скажем так, детского спорта в районе. Затем продолжим беседу. Жаркая игра в жаркий день. В Самаре состоялся финал районного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». За победу сражались 12 команд Октябрьского района. Четыре из них соревновались в возрастной категории 9-11 лет, а остальные 12-14 лет. Моя команда принимает участие постоянно, каждый год. Ребята ждут всегда соревнований. Им интересно больше соревнований, чем тренировочный процесс, так скажем. И они с удовольствием участвуют в турнирах различных. И «Лето с футбольным мячом» не исключение. «Лето с футбольным мячом» – это детский турнир среди дворовых команд. Матча проходит в каждом районе областной столицы. Он позволяет не только организовать летний досуг для школьников, но и способствует развитию массового спорта в регионе. «Футбол – это командная игра. Она развивает как командный качество, так и личный. И даже если молодой человек не продолжает карьер в футболе, это обязательно помогает ему в жизни». Команды, занявшие первые места, будут представлять свой район на городском этапе турнира. Сергей Олегович, красивый на самом деле сюжет, приятно посмотреть. И, кстати, очень приятно, что есть тренеры по месту жительства. Вот я обратил для себя внимание, что это то, что было еще в советские времена, и сейчас продолжается. Это на самом деле очень ценно. Какие еще соревнования в районе будете проводить? Да, мы 12 тренеров по месту жительства у нас есть. И мы в этом году особенные задачи поставили коллегам нашим. У нас год юбилейный, напомню, 85 лет отмечают наши октябрьские районы. Поэтому в честь юбилейного года мы приветствовали разного рода инициативы, которые бы посвящены были юбилею и проводились в рамках соревнований по спортсмену. Спортивных соревнований. И среди них особо хотелось бы отметить наших серебряных волонтеров, спортсменов, которые с удовольствием сразу откликнулись на эту инициативу и провели ряд мероприятий по волеволу. Достаточно успешно провели их. Причем на летних площадках проводили и в закрытых учреждениях мы способствовали. Меня очень порадовали наши шахматисты. Мы в ближайшее время встретимся еще с представителем шахматной федерации, федерации по шахматам, который тоже выступил провести на базе наших школ подобные соревнования. Поэтому я думаю, что обязательно поддержим, проведем юбилейные соревнования. Также к нам обратилась федерация по хоккею. Были у меня на приеме ребята. У нас есть один тренер по месту жительства, который как раз профилирует. Профиль у него больше по хоккею. Он сам спортсмен. Но понятно, что он занимается с детьми, проводит разного рода соревнования. Но хотим сделать это помасштабнее. У нас есть школьные учреждения, школы, где есть ледовые катки, где можно это проводить. Попробуем что-то там. Вышли как раз в федерации хоккея по этому вопросу с инициативой провести некое собеседование с родителями. Может быть, родители заинтересуются в школах отдать секцию хоккея своих детей. Поэтому, безусловно, поддержим здесь федерацию. Потому что это народная игра хоккей, успешная в нашей стране. Поэтому, я думаю, это надо поддерживать. Что еще? Безусловно, эстафеты разного рода. Безусловно, городки соревнований в городочном спорте. Совсем недавно прошли внутриквартальные такие соревнования. Папа, мама, я спортивная семья. На которых мы тоже присутствовали. Поэтому целый спектр соревнований, которые прошли. И я думаю, сейчас у нас дети вернулись в школьную пару. И мы обязательно что-то предложим, чтобы это где-то... В выходные дни что-то подобное в честь юбилея прошло. Напомню, что у нас в зимний период с удовольствием откликнулись ребята. А наши спонсоры и наши партнеры предложили соревнования по боулингу. И мы провели его на базе одного из учреждений. Поэтому что-то подобное может быть в закрытых учреждениях, когда уже ближе к Новому году, тоже проведем. Отлично. И важнейший, наверное, вопрос. Лето завершено, осень, впереди отопительный сезон. Россия зимняя страна, где отопление, ну, социально значимая услуга для людей. Вот что делаете? Как район готовите к отопительному сезону? Потому что без этого никак. Вы абсолютно правы. Данный вопрос держат на личном контроле глава города Елена Владимировна Лапушкина. Практически каждую неделю проводится расширенный штаб, где все районы заслушиваются. И мы в том числе озвучиваем текущее состояние дела о подготовке к отопительному сезону. Надо сказать, что отопительный сезон закончился. И сразу мы организовали штаб для подготовки к новому отопительному сезону в апреле. Вот. А что на сегодняшний день? Две большие перекладки у нас продолжаются. Очень глобальные и ожидаемые. Тоже вопрос этот лично держит, курирует Елена Владимировна Лапушкина. Мы знаем, что по дорожной карте все эти работы переустройства ПТС, которые проводят сейчас, до 15 сентября будут закончены. С вводом этих объектов мы получим более стабильное теплоснабжение в дома, в социальные объекты, в школы, в больницы и так далее. Что касается непосредственно работы районной администрации, всех служб наших, это подготовка домов к отопительному сезону, так называемого получения паспорта готовности на жилые дома. Вот у нас, напомню всем, скажу, да, кто не знает, 868 домов на территории района, 869, если быть точнее, и на 868, 99,9% мы получили паспорта готовности. Один дом у нас по причине того, что там фонд капитального ремонта проводит мероприятия строительные, заканчивает буквально 10 сентября, и мы, несомненно, тоже получим паспорт готовности. Но, конечно же, в любой рабочей работе есть определенные нюансы, и у нас тоже по ряду адресов, это Осипенко 38, улица Санфирова, Гастелло 49, есть определенные сложности, которые у нас практически в каждодневном режиме обсуждаются, это получение разрешения Ростехнадзора на использование энергоустановок, определенная система теплоснабжения в этих домах. Пока мы не получили разрешение, есть у нас вопросы пока у ПТС, поэтому тоже определена дорожная карта, мы провели совещание рабочее совместно с товариством собственников жилья, с председателями, с инициативными гражданами. У нас есть понимание, я думаю, что в течение сентября, в ближайших дней сентября мы разрешим все эти вопросы для того, чтобы успешно запустить эти дома. Вы хорошо знаете новую российскую территорию, вы там работали. Вот как в районе сейчас выстроена работа уже здесь на территории Самарской губернии, Октябрьского района, с семьями мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО? Это приоритетная задача была, сразу Вячеслав Андреевич обозначил перед главами, только еще вступив в исполняющем обязанности губернатора Самарской области, он определил как приоритетная работа с семьями мобилизованных. Мы это прекрасно понимали, работаем, у нас на каждого мобилизованно имеется социальный паспорт, у нас практически в открытом диалоге, и мой телефон, у всех есть, значит, семей, которые, значит, ожидают своих защитников, у семей мобилизованных. Поэтому вопросы мы в режиме таком постоянном решаем, они бывают разные. Вот сейчас в период образовательных процессов, дня знаний, были вопросы с детскими садами, кто-то переехал, кто-то по причине решил перевестись. Мы включались немедленно. Вопросы, связанные с здравоохранением, потому что всякое бывает в жизни, есть потребность поправить свое здоровье, мы здесь включались. Но уж несомненно, вопросы, связанные с какими-то хозяйственными темами, это обеспечение водой, это решение вопросов с управляющей компанией, они практически каждый день возникают, поэтому для нас это тоже приоритет, выезжаем на место, разбираемся. Слава богу, управляющие компании идут навстречу, понимают задачи все. Понимают? Понимают задачи, да. Были моменты, когда нам пришлось поправить, потребовалось поправить, мы это сделали. Подсказать, скажем так. Подсказать, да. Но теперь есть у нас лад в этом плане, и мы, когда приезжаем на территорию, обсуждаем, даже сами управляющие компании уже сразу определяют, как главный элемент, источник, может быть, неправильные слова дам, главный, ко вниманию, это семья мобилизованных, которые проживают в доме, и они сразу обсуждают, какие вопросы есть, инициативно сами разговаривают, высказывают мнение о том, какие вопросы решаются, какие потребности есть у семьи мобилизованных для того, чтобы их решить. Что отрадно, так и должно быть. Процессы должны непрерывно работать, без нашего включения. Это все логично. Наши земляки нас защищают, наши семьи мобилизованных ожидают в неких переживаниях, да. Поэтому в этот момент, ну, абсолютно по-человечески правильно их поддержать, а уж не говорю, немедленно включиться в решение каких-то вопросов. Здесь просто всем миром. По-другому быть не может. Спасибо за интересную содержательную беседу. Обязательно увидимся вновь, потому что, на самом деле, район важный, ну, и, собственно говоря, дело, которое вы делаете, тоже очень важное. Спасибо. Спасибо. В нашей студии был Сергей Радько, глава Октябрьского внутри городского района, городского округа Самара. Удачи, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова